Добрый день, Рамина Зиналова, корреспондент ТАСС. У меня вопрос обоим министрам. Договоренности по Нагорному Карабаху от 9 ноября стали очевидно лишь временным шагом на пути к урегулированию карабахского конфликта. Планируется ли в ближайшее время более содержательные дискуссии по этому вопросу на уровне глав МИД Армении и Азербайджана, или даже высшем уровне, и когда такие встречи могут состояться? Спасибо. Пожалуйста. Основные приоритетные вопросы остаются для всеоблемующих переговоров, которые начнутся сразу после того, как ситуация в зоне конфликта стабилизируется. И я разделяю Сергеем Викторовичем мнение, что есть такой осторожный оптимизм в этом смысле. Я думаю, мы должны со всех сторон делать все возможное, чтобы не было бы повторения той трагедии, которая произошла в течение последних двух месяцев. Естественно, мы отмечаем также важность принятия сопредседателями Минской группы ОБСЕ на совете министров иностранных дел ОБСЕ на прошлой неделе совместного заявления, что свидетельствует о международной поддержке этого формата для дальнейшего и окончательного решения вопроса Нагорного Карабаха. И мы ожидаем в ближайшее время визит сопредседателей в регион и начало консультаций между сопредседателями и министрами иностранных дел, вследствие чего уже, я думаю, в дальнейшем можно подготовить почву для начала нового переговорного процесса. Я уже говорил в своем вступительном слове, что частью устойчивого долгосрочного урегулирования является налаживание нормальной жизни в этом регионе, жизни, которая отвечала бы интересам всех национальных групп, этнических групп, конфессиональных групп. И, конечно же, это подразумевает сосуществование и добрососедство армян и азербайджанцев. И других народов, которые живут в этом регионе, мы за это активно выступаем и будем приветствовать любые шаги, которые в этом направлении стороны будут готовы предпринять. Будем их к этому поощрять. Когда это может произойти, вы упомянули перспективу прямых контактов между Баку и Ереваном, в том числе на высшем уровне, решать, конечно же, нашим азербайджанским и армянским коллегам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!